Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я с вами хочу поговорить насчет швейного оборудования, а именно про плюсы и минусы швейной и промышленной машины и почему я все-таки выбрала бытовую машину. Также немножко покажу вам свой оверлок и покажу утюг, которым я пользуюсь. Если вам это интересно, то продолжайте смотреть меня до конца. И первое, что я хотела бы сказать, то что сама я из Казахстана, на данный момент проживаю в Тунисе. В Тунисе я уже примерно два года. И за это время, конечно, мне надо было приобрести какие-то швейные машинки, на чем я могла бы работать, на чем могла бы я шить. И когда стал вопрос о швейной машинке, о нормальной, которую делает прямые строчки, прямострочная машина, я думала, какую мне машинку выбрать, промышленную или бытовую. И я только думала, думала, думала. И в конечном итоге для меня сам оказалось приобрести вот такую вот маленькую компактную машину. Мои две знакомые из Украины привозили с собой сюда, в Тунис, вот такую вот обычную бытовую машинку. Такую машину они брали с собой в ручную кладь. Ну и все благополучно доехало и довезлося. Поэтому я думала, что когда я полечу в Алмату, буду ли я брать с собой машинку или нет. Кто шьет, тот меня поймет, что лишнее оборудование никогда не будет. И я решила, что когда я полечу домой, я все-таки хочу забрать эту машинку с собой. Поэтому для меня был плюс приобрести вот такую обычную бытовую машинку. Брала я ее, можно сказать, по дешевой цене. Примерно это 100 долларов. У меня в Алмате машинка идет компанией Brada E82, если не ошибаюсь. Эта машинка уже со мной практически около 10 лет. Я ей очень сильно довольна, я ее очень сильно люблю. Продавец мне сказал, что эта машина, вот этой вот компании GMDS, это идет китайская версия подделки компании Brada. Ну поэтому, в принципе, я взяла эту машинку. Ну и в принципе, я довольна ей. Я шью на ней примерно полтора года. Для меня плюс какой был, да, то, что эта машинка делает петли. Вот, например, если я захочу сшить брючки, и мне нужна петелька, я подумала, что куда я побегу здесь, в Тунисе, искать, чтобы мне кто-то пробил петли. Ну и я решила то, что я не хочу вот эту большую промышленную машину, да, буду шить на вот такой вот обычной, которая функциональная, которая делает строчки, какие-то зигзаги. В принципе, я очень ей довольна, меня она очень сильно устраивает. И насчет промышленной машины, я скажу то, что те люди, которые шьют очень много и профессионально шьют, работают с разным материалом. То есть, это может быть очень какой-то тонкий трикотаж, какая-то джинсовая ткань, кожа, потому что машинка берет абсолютно все. В колледже, где я обучалась, у нас была машинка ПФАВ. И, в общем, когда я работала на этой машинке ПФАВ, я прострачивала боковые швы на тонком трикотаже, и ткань отлично бралась. Не было никаких западов, никаких завалов ткани, все было отлично. Также, я помню, я шила кожу на этой машинке. Ну, в общем, работать на промышленной машине, конечно, очень круто, очень классно. Кто только начинает шить и не планирует шить в больших количествах, в большой партии, то я советую приобрести обычную вот такую вот бытовую машинку. Насчет оверлога, хотела бы сказать, что вторым шагом, когда мы решили проблему с обычной прямострочной машиной, следующий вопрос стоит то, что мне необходимый оверлог. Когда ты шьешь и без оверлога, просто нельзя обойтись, потому что ткани, они сыпятся, швы нужно как-то обрабатывать. И для нас в Тунисе было немножко проблематично найти оверлог. Здесь абсолютно не продают китайских оверлогов. У нас же на барахолке, на базаре можно пойти купить китайский оверлог, который стоит 20 тысяч тенген новый. При этом он служит очень хорошо, будет очень нормальная, качественная строчка. Здесь же в Тунисе, знаете, все охали-ахали, что-то ужасное, что-то вообще немыслимое. Но я в Алма-Ате имела дома вот такой вот обычный китайский оверлог. При этом он достаточно неплохо тоже мне служил. Здесь же у меня в Тунисе мы нашли промышленный оверлог Брада. Он у меня идет четырехниточный, я им очень сильно довольна. В других моих видео вы уже видели, как я им работаю. На нем я обрабатываю трикотажные полотна и обычные ткани. Если вы решили заниматься швейным бизнесом вплотную, то, конечно, я вам посоветую приобретать промышленный оверлог. Сейчас время не стоит на месте, и уже есть такие машинки, когда оверлог и распошивальная строчка будет находиться в машинке едино. Если я не ошибаюсь, это называется коверлог. Поэтому я думаю, что многие могут себе его приобретать. Конечно, цена будет выше, но зато будет у вас качество. Третье, что я хотела бы сказать, то, что если мы шьем, то нам необходим хороший утюг. Ну, кто шьет, меня поймут, да? Здесь в Тунисе у меня, конечно, обычный бытовой утюг, который был у моего мужа дома. Я ими пользуюсь. Как бы я уже не стала, знаете, типа, ой, мне нужен какой-то отличный утюг. Ничего, я этим прекрасно пользуюсь. Правда, иногда приходится использовать проутюжильник, потому что, ну, боишься испортить изделие. Вообще, у меня в Алма-Ате находится утюг фирмы Браун. Покупала я его 4 года назад, примерно за 100 долларов. Ну, как бы для утюга это, наверное, дороговато. Но на тот момент я брала хороший утюг антидроп, чтобы он не протекал. Но, к моему сожалению, он протекает, он дает о себе знать. Но у него есть очень большой плюс, то что, если вы оставили утюг в розетке и вы забыли про него, то он не сгорит. Он работает, получается, от прикосновения вашей ладошки. Как бы если вы утюжите, то он работает. Если вы его поставили, либо оставили на ткани, то с ним ничего не будет. Он автоматически отключится. Ну, это, честно, отличная просто функция. У меня был такой инцидент, что я работала ночью, и я забыла выключить утюг. Ну, слава богу, как бы все прошло хорошо. Тем самым можно отметить качество этого утюга. Также у него есть две насадки. Одна идет металлическая насадка, одна идет мягкая насадка. Очень удобно использовать. Если вы работали в ателье, либо проходили практику, вы могли наблюдать вот такие вот большие прессы, которые идут синие, со столом, со специальным столом. Где идет внизу такая вытяжка специальная, которая присасывает изделие, чтобы хорошо отутюжить, отформировать его. Такие утюги, я знаю то, что стоят достаточно дорого. Наверное, сейчас 150-200 долларов. Честно, сумму особенно не знаю. Ну, вот примерно где-то в этом районе. Вот. И такие утюги тоже, знаете, к сожалению, протекают. Вода с них по-любому льется. Потому что, где я училась, у нас были вот такие вот утюги. И, ну, это проблема, знаете. Особенно, если ты работаешь с атласом, с тонкой тканью. И когда ты утюжишь, вот эта вот вода льется. Ну, честно, это ужас просто. Поэтому, да, нужно как-то уметь работать с утюгом, чтобы, ну, он не протекал, да. Когда, ну, я не знаю. Ну, в общем, это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Про свое оборудование, чем я пользуюсь в Алма-Ате и в Тунисе. Если вам понравилось это видео, поддержите меня лайком. Пишите мне комментарии, какое у вас оборудование. Пользуетесь ли вы чем-то особенным. Какими-то лайфхаками у вас есть в своей швейной. Мне будет очень интересно почитать. Всем вам хорошего дня, всем хорошего настроения. Всем пока-пока.